Бывший директор службы национальной безопасности Армении Артур Ванатьян фактически не опроверг информацию о том, что в 2018 году встречался со своим тогдашним азербайджанским коллегой в Дубае. Ранее об этом сообщил зять бывшего президента Армении, экс-посол в Ватикане Микайл Миносян. Бывший посол утверждал, что глава азербайджанской спецслужбы именно Ванатьяну передал предложение заплатить 5 миллиардов долларов за 7 районов вокруг Нагорного Карабаха. Интервью газете «Рапарак» Ванатьян напомнил, что с 2018 года между Арменией и Азербайджаном была налажена оперативная связь. Эта связь осуществлялась через него и ещё одного госчиновника, который продолжает оставаться на посту. «В рамках оперативной связи я периодически встречался с представителями Азербайджана, в том числе и в Дубае. В ходе этих контактов я получал множество сведений и передавал их Пашиняну. А об этих контактах знали все члены Совета безопасности», — сказал Ванатьян. «Есть, ворпес Азгай на Ватангутян-Царуайцан-Тануре и Паштоне, АПАОВЭЛЭМ, НИКОЛ Пашиняны, ЕФ Адербайджан и Нахагаи, Айспес Кочвац, оператив КАПР». Что касается содержания разговоров в рамках этих встреч, то он ещё раз подчеркнул, что не намерен публиковать информацию, полученную по долгу службы. Ванатьян считает, что Пашиняну предатели должен немедленно покинуть пост. По его убеждению, это исходит из интересов народа. И он говорит это не просто как гражданин, но и как бывший руководитель службы нацбезопасности. Оппозиционные силы, в том числе и партия экс-главы службы нацбезопасности, выдвинули кандидатуру нового премьер-министра независимой Армении Вазгена Манукяна на пост главы правительства национального согласия, которое должно быть сформировано в случае ухода Пашиняна.